Друзья, сегодня у нас на дворе 4 июля. Это наша садошечка расписание летнее на каждый день. Сегодня у нас вторник. Сегодня у нас музыка, русский язык. Ну и как всегда пианино. И сегодня мы будем учить биологию. Вот сидят здесь мои детки. Габи тут рисует. Идошка занимается. Ты написал уже, Идоша, закладочку? Приклеивай, пожалуйста. Вот, ножницами. И я, кстати, хочу показать. Моя дорогая Лилечка Хаимов, она мне переслала, сфотографировала вот как раз к беседе о том, что читать детям и с детьми. Вы мне очень хорошие рекомендации написали, за что я вас и благодарю. Огромнейшее вам спасибо всем. Я вот в таком вот виде. Идоша, ножницы вот здесь прям вот в карандашах лежат. Проснись, пожалуйста. Вот. И, в общем, она мне прислала, сфотографировала и прислала то, что она читает с детьми, сказку Жужуля. Я ее распечатала, как я и говорила. И сегодня мы на уроке будем ее читать. Идоша будет ее читать. Неизвестные слова будем записывать, разбирать, чтобы он запоминал. И вот таким образом это мы будем учить русский. На русский я выделяю 40 минут раз в неделю. Вот. Поэтому присылайте свои, свои рассказики. Я вот действительно распечатываю. Будем заниматься, потому что у меня много, конечно, русских книжечек есть. Я вам, кстати, потом даже покажу, может быть, какие у нас есть. Но все равно я буду рада чему-то новенькому. Потому что это новенькое. Я даже такого никогда не читала. А сейчас вот мы с ним будем читать и изучать. То есть читать будет он. Такой вот у нас русский язык. И вообще у нас каникулы начались. Проходят они хорошо. Мы собираемся уже через два дня в Америку. Поэтому о сборах я тоже вам буду снимать, показывать. Возможно, эти влоги будут немножечко больше, чем предыдущие передачки короткие, которые были. Плюс следите за каналом. Начинайте следить где-то с понедельника. Начинайте следить за моим вторым каналом Визитор. Ссылочку я вам оставлю. Можно будет перейти в конце этого видео. И вы сможете смотреть уже свежие видео наших путешествий по Америке. Все. Вот. Поэтому сейчас будем читать, заниматься дальше. Так. Сделала детям вот тесто на пончики. Сейчас оно у нас стоится. Там немножко оно еще путьканое такое все дрожжевое. Но сейчас будет классно. Хочу им пожарить пончики деткам, каникулы все-таки. Все. Мы полностью в подготовке к поездке. Вот сегодня у нас такой солнечный прекрасный день. И я сейчас иду наверх. Немножечко начну собирать сумку. Возьму вас с собой. Покажу вам немножечко то, что вот начну делать. Потому что я только начну. Я не буду все прям складывать сегодня. Вот последняя партия. Какие красавчики у нас получились. Такие вот пончики. Последняя партия. Так нравится смотреть, как они крутятся в масле. Такие смесные. Вот здесь у меня стекают. А здесь уже я их присыпаю. Какие колючки. Колючки какие вот. Детки будут кусать. Это дня на 2-3, я надеюсь. И на один день. А еще я решила бататку и картошечку одну пожарить в масле. Жалко его. Что оно уже так использовалось. Хочется его. Ну не просто вывезти, а еще что-нибудь сделать. Так что я пончики пожарила. А теперь еще картошечку с бататой. Классно. Ой, какие красивенькие. Класс. Мямочка. Ребят, вы знаете, так приятно. Мне все рекомендуют и советуют по поводу детской литературы. Вот мне даже прислали список. Моя прекрасная подписчица, Леночка, прислала мне список, который ее внучке выдали здесь, кстати, в канадском садике на лето. Так, все исчезло куда-то. Вот, прекрасный список. Вы можете наблюдать. В принципе, классика жанра, как я говорю. Есть все. И вы знаете, как бы, вот ты все, я это все знаю, да, из своего детства. Но мне сейчас в голову, как бы, не приходило это. А вот вы посмотрите, сколько. И все это классика, в принципе. Вот, так что мы будем обязательно, обязательно читать. Немножечко со сборов габочки. Так как у нее нужно много трусиков, потому что она любит их менять несколько раз в день. Заодно приберем в ее шкафчики и нужно собрать, конечно, кофточки. Я, в принципе, планирую сделать так. Я планирую собрать, ну, еда, например, не так мажется, как гави. Так ему можно, например, на один день одну футболку. То есть, где-то пять футболочек. А габочки нужно в два раза больше, потому что она переодевается все время. И, в общем, ей надо больше. Поэтому начнем с детей. Посмотрю заодно, что нужно подстирать. Вот. Там у них жаркие дни, теплые. Поэтому теплых вещей я брать не буду никаких. Ну, на всякий случай, может, я и возьму одни какие-нибудь ритутики. Вот. Потому что одни там теплые. В основном нужны шорты, тайцы, вот такое. И легкие маечки. Ну, вот. Поэтому в основном будет все легкое, легкое, легкое. То же самое и с ЭДО. Плюс я всегда беру в расчет то, что мы все равно какие-то вещи покупаем. ЭДОшки я планирую купить, может быть, какие-то шортики и так дальше. Поэтому тоже сильно набирать ему не буду. Так. Все, вроде бы габочку мы собрали. Вот я и набрала футболочек. Шортиков. Легких футболочек, не теплых. И одну юбочку спортивную. Ну, еще там немножечко тайчиков. Так что одного члена семьи собрали. Пока ЭДОшка будет играть на пианино, мне нужно волосы покрасить. Ну, а как же перед отъездом? Нужно привести себя в порядок перед путешествием. Черный цвет. Я буду краситься в черный цвет. Фан, фан, фан. Фан, покажи, какую тебе наклеечка. Как мы сейчас будем отрывать ее. Наклейка без воды. Тату. Все. Все, так что сейчас буду красить, а 35 минут буду с краской. Но я еще не начала. Сейчас нужно размешать. Это с цветом, потом мыть голову. Показывай. Свою. Та-дам. И, Габи, пригнитесь к ней, к ней. Вместе. Смешные. Ой, уже вечер. В общем, что-то я складывала, что-то раскладывала. Ну, в общем-то, основные вещи сложены. Еще нужно кое-что подстирать. Еще нужно кое-что подстирать. И мы будем, в общем-то, сложены. Сегодня среда вечера уже. Я съездила, купила всякие вкусняшки, которые мне друзья заказывали. Сейчас, кстати, вам покажу. К Тами и Келли домой едем. Моя зайка убирает все здесь. Так что я вам покажу, что я везу в подарок моим друзьям. Да, завтра мне еще... Кстати, я покрасила волосы. Завтра у меня брови. Нужно привести все в порядок. И в пятницу едем. Осторожно, бусинка. Я вам покажу сейчас, что я купила. Так вот, я купила такой вот вкусненький. Свежий у нас выпекают. Прямо мне порезали, упаковали. Так. Райбредвуз. Значит, с семечками. Значит, черный хлебушек с семечками. А вот это бородинский. Бородинский. Да, бородинский хлеб. Тоже свеженький. При мне упаковали. Купила такие сосучие конфетки. Просто из мейпл сироп. Сделаны в Канаде. Из канадского сиропа. Значит, везу такой впервые айс вайн сироп. Он немного алкогольный. Там 0.04% алкоголя. Тоже сделан в Канаде. В принципе, состав здесь такой. Вы можете видеть. Глюкоза, фруктоза, вода. В общем-то, канадский айс вайн. Алкоголь. Натуральный. Айс вайн флейвор. Тоже есть какой-то ватазиум сорбат. Карамель. Калор. В принципе, ничего такого. Его можно и в кофе. Куда, в общем-то, хочется. Вы можете и даже в шейки добавлять его. А можете просто так пить из рюмки. Но он очень сладкий. Это то, чего я еще им никогда не везла. Хотя мы каждый год ездим. И мейпл баттер. Кленовое масло. Тут вообще, кроме кленового сиропа, в принципе, ничего больше нет. Вот ингредиенты. Мейпл, сироп. И все. Тоже наш продукт. Оно очень сладкое. Это вкусно на булочку, на какую-то выпечку. Но для выпечки это за жиром, потому что оно очень дорогое. Это масло. Эти 160 грамм стоили мне. Не помню, в районе 8 долларов. Тоже, конечно же, канадское производство. Такие вот. Это оригинальные вещи. Что еще я купила в маленьком городке? И у них такого нету. Хотя, конечно же, в Америке есть русские магазины. Шикарные, в которых все можно купить. Но так как они не живут в большом городе, то я им везу. Они попросили сушки. Вот разные. Я купила ванильные. И просто какие-то там чайные. И какие-то там даже дорожные. На украинском языке дорожные. Маленькие такие сушки к чаю. И вообще маленькие, еще меньше ли они, такие же малютки. Ну, какие-то из них мы по дороге будем кушать. Скорее всего, будем по дороге что-то мы откроем. И копченую рыбу я им купила. Потому что у них нету. А везу копченую рыбу. Вот в таких упаковках. Четыре рыбины купила и везу. Вот такие вкусняшки я им везу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ